Дарья Бажанова рвет шаблоны. У нее нет пакета с пакетами. Зато для каждого вида отходов отдельный ящик. Для этого места много не требуется. Шкаф под мойкой позволяет. Его размеры грандиозными не назовешь. Было бы желание разделять мусор, говорит жительница ЖК «Довинчи». А возможности найдутся. Мы собираем три вида пластика. Я его весь кладу сюда. Просто потом очень удобно в мусорокамере. Уже знаешь, куда в какие мешки, биг-беги это все раскидать. То есть я не сортирую на три вида пластика. У меня места нет, к сожалению. Если бы было, может быть, я это делала. У меня здесь есть памятка, какие мы собираем единичку, двойку и пятерку. Специалистам по видам пластика Дарья не стала. Да это и не требуется. Информацию легко можно найти на любой упаковке. Это даже детям по силам. Они свои кефирчики тоже уже знают, какие бутылочки сдаем, какие не сдаем. Маленькая у меня шестилетняя дочка прибегает. Каждый мусор меня спрашивает. Каждую бумажку, каждый пакетик. Мама, это куда? Я говорю, это сюда, это сюда. А старший сын ходит. Просто я его нагружаю этими пакетами. Сама даже иногда не хожу. То есть мы с ним несколько раз ходили. Ему очень понравилось. Я говорю, хочу сам. Хочешь сам? Пожалуйста. Тем более, что теперь в семье Бажановых мусор выносят не чаще двух раз в неделю. Никакого запаха спасает измельчитель еды. А самое главное, переход на раздельный сбор отходов сказался на платежке. Вот уже несколько месяцев жильцы ЖК «Довинчи» платят меньше. Если посмотреть на платежку, которая была, когда мы только организовали ТСЖ в прошлом году, в августе, и перешли на вывоз по фактическому количеству отходов, и когда мы открыли точку сбора мусора, то на самом деле есть большая разница. Если самый первый месяц у нас было около миллиона рублей по всему дому мы выбрасывали, то за февраль это самое меньшее количество было, статистика, 550 тысяч. Этот пункт раздельного приема отходов в жилом комплексе единственный в Одинцовском округе. Инициативу проявили жильцы. Руководство ТСЖ активно поддержало. За помощью с организацией обратились к создателям экологического проекта «Реутилизация». Те ее оказали безвозмездно. Все отходы чистые, не загрязненные. Еще раз на складе просматриваем, перебираем по требованиям переработчика, прессуем и отправляем уже большими партиями по несколько тонн на заводы. Пластиковые бутылки едут в Солнечногорск, полипропилены и канистры едут в Раменский район. За распределением отходов по так называемым «биг-бегам» следят волонтеры. Это сами обитатели жилого комплекса. Дежурят три раза в неделю. Столько же дней работает и сам пункт. Единомышленников у них становится все больше. А они надеются, их премьеры последуют и другие горожане. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!